Здравствуйте, друзья! С вами Вадим Прятко, Анатолий Петрук, и в преддверии конца пастбищного сезона мы хотели бы поднять такую важную тему, как дегельминтизация скота, или, проще говоря, обработка скота против глистов. На протяжении всего пастбищного периода наши коровы неминуемо заражаются гельминтами разных видов. Откуда такая уверенность, спросите вы? Я отвечу. Если бы мы сделали капрологический анализ своему скоту, будь то корова, тёлка или бычок, то непременно нашли бы яйца гельминта в кале животных. Проблема в том, что не всем доступны такие лаборатории, которые могли бы квалифицированно и честно провести такой анализ. Хотя сам по себе такой анализ несложный, требующий недорогих реактивов, микроскопа, ну и, конечно, опыта лаборанта. Но даже без индивидуального анализа кала вашей коровы, я могу с уверенностью сказать, что гельминты присутствуют там, потому что сами по себе гельминты очень широко распространены в природе. И в доказательстве этого давайте обратимся к недавним исследованиям, которые провели швейцарцы в Украине. Итак, они исследовали 29 молочных ферм, 6 фермерских хозяйств и 256 частных дворов. Касательно круглых червей, то диктиокаулами или лёгочными червями было поражено от 17 до 48% животных. Что касается стронгилят, тоже круглые черви, желудочно-кишечного тракта, от 7,8 до 100% животных. Также есть бальная система оценки риска заражения вашего скота. Система оценивает состояние хозяйства, интенсивность содержания, плотность поголовья пастбища. Какими гельминтами чаще всего заражаются наши животные на пастбище и в хлевах? Прежде всего это плоские черви или трематоды. Это печёночный сосальщик или фасциологипатика, фасциологигантика в южных областях. В народе её называют мотылицем. А также дикроцелия, дикроцелия ланциатум, который ещё называют малым печёночным сосальщиком. Из-за его меньшей величины по сравнению с фасциологипатикой. Эти гельминты вызывают такие заболевания, как фасциолиоз и дикроцелиоз. Эти паразиты локализируются в печени, заполняют желчные ходы и наносят большой ущерб здоровью и продуктивности животного. Также плоские черви, вызывающие парафистоматоз. Они локализируются на слизистой рубца, сетке, сычуга и тонкого кишечника. Подсчитано, что при поражении животных трематодами или плоскими червями, о которых идёт речь, молочная продуктивность снижается на 30%, падает жирность молока, а также уровень белка. Нередко молоко начинает горчить и меняет своё качество при хранении и переработке. Из круглых червей или нематод прежде всего следует выделить диктиокаул, вызывающих заболевание диктиокаулёз. Проявляется это с такими симптомами, как развитие пневмонии, навязчивого кашля. Молодые животные более тяжело болеют этим заболеванием. Взрослые животные, коровы также могут приобретать навязчивый сухой кашель, который не поддаётся лечению антибиотиками. Также кишечные нематоды, например, трихулисы, стронгиляты, гемонхус, кооперия, трихостронгилюс и другие. Учёными подсчитано, что при поражении животных круглыми червями или нематодами снижается молочная продуктивность на 1,5-2 литра в сутки. Также снижаются суточные привесы на 250-350 грамм. К тому же все гельминты в зависимости от степени их инвазии, то есть количества их в организме, угнетают иммунитет, вызывают поносы или наоборот запоры, атонию перед желудком. Ухудшается аппетит и потребление сухого вещества корма, а также увеличивается количество соматических клеток в молоке. Гельминты повреждают слизистые оболочки пищеварительного тракта, нарушая ферментацию и усвояемость питательных веществ. Паразиты могут вызывать аборты и даже гибель молодых или ослабленных животных. Что касается промышленных молочных ферм, то следует отметить, что даже фермы, которые находятся на круглогодичном использовании консервированных кормов, силосов, синожей, которые не используют в своих рационах зеленой массы, да, действительно, у них очень низкий риск, или фактически отсутствует риск, поражения трематодами или плоскими червями. Но существует риск поражения круглыми червями или хлебными этими червями, которые распространены обычно в сараях. И особенно подвержен этому молодняк. Поэтому периодически нужно проводить капрологические исследования и по их результатам, по потребности, проводить дегельминтизацию. Итак, что же делать с паразитами? Прежде всего, после постановки животных на стойло и начала кормления рационом зимнего периода, нужно отобрать кал и отослать его в лабораторию для капрологических исследований. Если, конечно, такая возможность имеется. Также не лишним по результатам капрологических исследований нужно принять решение, нужно проводить дегельминтизацию или нет. Если же возможности отправить в лабораторию нету, то мы проводим плановую профилактическую дегельминтизацию. Также не лишним будет узнать у местного врача или у местной районной лечебницы ветеринарной, какие гельминты распространены именно в вашем районе. Потому что в мире много, огромное количество различных гельминтов и специфичность действия препаратов тоже разная. Поэтому оптимально будет подобрать препарат под те гельминты, которые распространены в вашем районе. Если вы сделали анализы и знаете, какие именно гельминты паразитируют ваших животных, вы можете подобрать препараты узкого спектра действия, направленные именно на этих гельминтов. Если же вы делаете профилактическую дегельминтизацию без анализов, вам следует выбирать препараты широкого спектра действия или комплексные препараты. Там есть 2-3 активно действующих вещества, чтобы захватить весь спектр гельминтов и плоских червей, и круглых червей, и цистот. Именно такие препараты в своей линейке ангельминтиков имеет компания Бровофарма. Это Трематозол, Камбитрем, Рафензол, Броватриол, Клозофен и Бровальзен Эмульсия. Давайте поподробнее поговорим о самих препаратах и технике их использования. Камбитрем содержит 2 ангельминтика – триклобендозол и альбендозол, действие которых направлено на половозрелые и личиночные формы печеночных листов, также на все виды нематод. Гельминты погибают уже через несколько часов после введения препарата. Препарат выпускается в порошке и эмульсии. Камбитрем-порошок дозируется из расчета 1 грамм на 10 килограмм веса крупному рогатому скоту и 0,75 грамм на 10 килограмм веса овцам и козам. Камбитрем-эмульсия дозировка такая же, только заливается оральным. Хочется отметить, что для дегельминтизации коровы флакона 50 мл, как правило, хватает на одну обработку. Как и все ангельминтики, дается одноразово, утром до первого кормления, желательно в индивидуальном порядке. Убой животных и потребление мяса разрешено через 14 суток, а молоко через двое суток после применения препарата. Препарат нельзя давать в первую треть беременности овцематкам в период паровки и в первый месяц после выведения баранов и сатары. Трематозол содержит два ангельминтика – оксиклозанит и перантелопомаат. Имеет похожее действие и технику применения, как и комбитрем. Только разница в том, что он выпускается только в виде эмульс. Препарат разрешен для проведения дегельминтизации лактирующим животным, так как активно действующее вещество препарата выводится с молоком в очень незначительных количествах – меньше 0,1%. Дозировка и каранция на мясо такая же, как и в комбитреме, а вот на молоко всего одни сутки. Рафензол содержит два ангельминтика – рафоксонит и фенбендозол. Состав рафензола, кроме гельминтов, против которых направлены первые два препарата, охватывает еще парамфистоматит, вызывающий заболевание парамфистоматоз. Выпускается в виде эмульсии и задается кровом одноразово в дозе 1 грамм на 10 килограмм при парамфистоматозе и 0,75 грамм на 10 килограмм при фасциолезе и дикроцелиозе. Убойное мясо разрешается через 28 суток, а в молоковую пищу через 7. Нельзя применять в последний месяц беременности и животным с дистониней и преджелудков. Броватриол содержит три ангельминтика – трикламбендозол, альбендозол и празиквантел. Он, как и комбитрем и трематозол, используется для комплекса дегельминтизации в дозе 1 таблетка на 40 килограмм веса животного. Ограничения по мясу и молоку такие же, как у комбитрема. Клозофен содержит два ангельминтика – оксиклозанит и фенбендозол. Дают одноразово по общим принципам дозировки 1 таблетка весом 5 грамм на 150-200 килограмм живого веса. Каренция на мясо и молоко аналогичная комбитрему. Следует отметить, что периодически нужно проводить ротацию ангельминтиков, то есть смену препаратов при очередных обработках. Для чего это делается? Для того, чтобы снизить риск привыкания паразитов к препаратам. Друзья, проводите осеннюю профилактическую дегельминтизацию. Берегите здоровье и продуктивность ваших животных. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова